Жители нескольких поселков по Домскому могут остаться без газа. За подключение люди уже заплатили по 150 тысяч рублей. Трубопровод фактически проложен. Дома должны начать подключать в июне. Но внезапно один из участков трассы начали раскапывать посторонние рабочие. Якобы трехкилометровый участок трубы купил житель Сургута и теперь решил продать. В непростой ситуации разбиралась Тахмена Тынысова. Хоть немножко побоялись Бога, который все равно будет судить всех, живых и мертвых. Поэтому пусть они немного подумают о том, что народ и дети, и маленькие старики. Мы ждем газ. Пенсионерка Нина Варкентины подумать не могла. Чтобы провести в Дом газ, нужно не только заплатить деньги, но и охранять газопровод. В субботу приехали рабочие и начали разрушать уже фактически построенную магистраль. Проще говоря, выкапывать одну из труб, которая находится в земле почти на двухметровой глубине. Протяженность трубы больше трех километров. По ней газ должен был прийти в три населенных пункта. Это деревня Приветная, Ребровка и Магистральный. В июне месяце газифицировать должны были больше 500 жилых домов. На прокладку газопровода ушло более 35 миллионов рублей. 17 собрали жители. Остальное добавила компания строительно-монтажного управления СИП «Газстрой деталь». Она и строила трассу. А теперь оказалось, что одна из труб принадлежит Алексею Шакирову из Сургута. И он якобы решил продать свое имущество. Нет ордена производства работы. Это административное правонарушение. Он купил не газопровод, он купил трубу, которая проходит под землей. Ему нужно ее выкупать, чтобы продать у себя в Сургуте. То есть он хочет забрать трубу? Он хочет забрать ее просто и продать. Потому что стоимость, как он пояснил, данной трубы новой 9 миллионов стоит. А бывшего употребления поменьше. Но судьба это разница. Чисто экономически у него выгода. Изначально заказчиком строительства газопровода была фирма «Русантон». После ее банкротства труба сменила несколько собственников. И в итоге оказалась у Шакирова. Мужчина, как говорят юристы компании «Сип «Газстрой деталь», предложил альтернативу. Он не разрушает газопровод, а за это у него покупают трубу за 5 миллионов рублей. А совести у этих безбашенных нет. Изоляцию они нарушили 100%. То есть все очищается под трубой. Предъявляются эксплуатирующие организации и Ростехнадзору. Ростехнадзору. Значит, они смотрят визуально. Если только изоляция, мы восстанавливаем, проверяем. По новой засыпаем. Где-то миллиона-полтора это все обойдется. Потому что пленка стоит 200 тысяч тонн. Как утверждает директор компании «Сип «Газстрой деталь», у них есть все документы, которые доказывают, труба всегда принадлежала им. Чтобы защитить свои интересы и интересы жителей, фирма обратилась в прокуратуру и готовит иск в суд. Тахминат Инысова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск. Нам удалось связаться с Дмитрием Сидоровым. Это представитель Алексея Шакирова. Он, в свою очередь, уверяет, что его клиент приобрел трубу как частное лицо. И у него есть все необходимые документы, которые доказывают, что участок газопровода в Омске принадлежит именно Шакирову. Вероятно, точку в этом деле поставит только суд.